В Сыргуте состоялась презентация бизнес-проектов в рамках акселератора «Молодые лидеры». Отмечу, что программа направлена на выявление, развитие и сопровождение молодежных инициатив до уровня реализации и достижения их устойчивой работы. Акселератор поможет молодым людям пройти обучение и воплотить свои задумки, которые в свою очередь упростят жизнь югорчан в реальность. Отмечу, что постигают новые знания молодые лидеры в нескольких форматах – онлайн и офлайн, в свободное от работы и учебы время. Одним из партнеров проекта выступила администрация Сургута. Ожидается, что большая часть проектов будет направлена именно на развитие социальной сферы. Если говорить вообще про поддержку в целом, то все эти проекты, которые сегодня допущены к защите и ее пройдут успешно, могут претендовать на поддержку финансовой администрации города Сургута. Понятно, что все предприниматели города Сургута, те или иные виды оказывающие деятельности, они могут получить эту поддержку и подать заявление в администрацию города. К примеру, свой проект представила Зоя Куемчан. Он направлен на работу с детьми-мигрантами, которые еще плохо изучили русский язык. Девушка планирует преподавать подрастающему поколению правила произношения, орфографии и пунктуации. Так, по словам будущего педагога и соцпредпринимателя, детям будет гораздо проще влиться в коллектив, а также более успешно учиться в школе. Я открываю детский центр дополнительного образования, ай-центр. Он у нас будет в городе Сургуте направлен. Он на работу в первую очередь с детьми инофонами, и билингами. Это со всеми нами знакомыми мигрантами. То есть с детьми, кто плохо владеет русским языком, либо его не знает вовсе. Наша работа заключается в подготовке психологической и педагогической благоприятной атмосферы для того, чтобы ребенок прошел культурно-языковую адаптацию и подготовился к тому, чтобы вступить в работу со школьной средой. Субтитры создавал DimaTorzok